Активный период наступной выбор кампании стартует 10-го снежня. Распачнется влучшение кандидата у депутаты Мясовых Советов. Дарожные трагеды у Рашизским районе. Сумную статистику ДАИ пополнили буйные авары. Заплатите податки. Сегодня завершается термин приема земельного податка и податка на нерухомость. Да зараз об этом и иншим больше подробностям. Влучшение кандидата у депутаты Мясовых Советов пачнется 10-го снежня. А в этом сёня заявила старшиня Центра выбор кама Беларуси Лидия Ярмошина на посаджении по подрыхтулцы до Мясовых Выборов. А пошний день сдавший документов кандидату у депутаты 8-го студеня. Регистрация пройдет с 9-го по 18-го студеня. После этого стартует перед выборной агитацией. Не позднее за 7-го лютого выборщикам повинны быть накерованы за прошение прийти на участки. А участковая выборщая комиссия повинны быть забеспечены бюллетенями для голосования не позднее за 12-го лютого. Нагадаем, выборы призначены на 18-го лютого. Ну а покульдейвший депутатский корпус протягивает работу с насельництва. День депутата в Будокошалевском районе включил наведывание установ социальной сферы и сустрэшу с мясовыми жахарами. Подробязности у Вероники Ворошилиной. Программа проведения Дня депутата в Будокошалевском районе отрымалась насыщенной, бо включила множество объектов и сустрэш. Первый пункт – Потаповский детячий сад середняя школа. Тут депутаты приняли удел в аурочистом открытии музейного покоя на керованах на захование культурных каштовностей и традиций. Он открытый, как мясцовая инициатива «История моей земли» в рамках реализации проекта садейничание развитию на мясцовом взрывне у Республицы Беларусь. Проект финансуется Европейским Союзом и реализуются программы развития ААН. Тут представлены археологичные знаходки, предметы сельского побыту, костюмы, фотодокументы и иншие экспонаты, які расповедают про историю и життю о вёстке Потаповка и новокольных населенных пунктов. Создание этой комнаты позволит нам передать будущему нашему поколению те традиции, те ремесла, которые остались от наших предков. Мы будем в дальнейшем работать в этом направлении, усовершенствовать нашу комнату. В рамках инициативы мы закупили оборудование мультимедийное. Мы будем проводить какие-то мультимедийные семинары, показывать фильмы о нашей деревне, о нашем совете. Протягнулся день депутата наведыванием Будыкошалёвской гимназии. Тут удельники ознайомились с умовами и махчимостями, створенными для навыковой и доследшей деянности наученцев, реализации их сдольностей. До того же депутаты сострелись с гимназистами за круглым столом, кабы мерковать пытания, які цекавить, абухвалюют сучасных подлетков. Аналогичная состреча была организована и с педагогичным коллективом гимназии. Уделу вей приняли як представники районного совета депутатов, так и депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Миколай Васильков. Головная мета – обмерковать шляхи и способы удосконаления и законодавчого урегулявания национальной системы адукации. Бо минавита ГТЭ тема будет узнята на парламентских слуханях, что пройдутся на приконце листопада. Однозначного ответа в ходе беседы по тем путям, по которым должна развиваться наша система, конечно же, не получено. Наработаны те или иные направления, которые должны дать возможность совершенствовать систему образования, улучшить ее качество. И я надеюсь, на те предложения, которые мне поступили в ходе беседы, они будут изложены в парламенте, на парламентских слушаниях, ну и, конечно, найдут свое разрешение. Сустрелись и депутаты из наученцами Будокошалевского Державного аграрно-техничного колледжа. Размова вялась у формате открытого диалогу на актуальные темы молодежной политики. У целом День депутатов – это плановое мероприемство, якое проводится с мытой убажить реальную картину на местах. Яну охопливая самые розные сферы деяности района и мая шматликие формы проведения. Одно застается неазменным – у центра уваги за все да человек, с его идеями, проблемами и пропановами. Формат проведения Дней депутата – это и встречи, это и приемы, это и посещение трудовых коллективов, это и знакомство с условиями как труда и быта. Поэтому именно такой спектр общения позволяет высвечивать как все то лучшее, что имеется, так и те стороны, над которыми предстоит еще поработать и, прежде всего, также включиться в работу депутатскому корпусу. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадоя компания «Гомельс» – Буда Кашалевского района. В связи с несприяльными климатичными умовами и необходимостью протяжения работ по уборцу Раджаю, день проведения областных дожинок перенесены на больше поздний термин. Об этом и не только сегодня шла размова подчас гаражей линии на областном радио. Гостем студии стал старшиня Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса Василий Яцевич. Подчас гаражей линии размовой шла под рыхтовцы у тем лику правсоюзных организаций до проведения областных дожинок. У зногородах, які рыхтуя гэтая самая массовая громадская организация, а так само по передних выниках сельско-господарчага года. Згодно со статистичными дадзинами, все лета до миллиона тонн сбожжа Гомельской области не хапила усяго каля полутора тысяч тонн. Павеличить объемы собранных урожаю плануется за кошт сбожжа кукурузы. По оперативной информации областей Газхаршу, зараз я ена малошина на зерне уже больше 260 тысяч тонн. Разом с тем, несприяльные климатичные умовы, перш за все протяглые дожжи, унесли свои коррективы. Пылный час на некоторые палетки не могли выйти грузовые автомобили, занятые на адвозце урожаю. Як выник сегодня, аграриям необходимо убирать кукурузу на зерне, я шемаль на 7% пассионных площу. А прочатаго, по гэтых же причинах под азимы не засеяна чверть адведенных палетку. Что утычится Гароднины, то яна убраная полностью. До плюсов гэтага сельско-господарчага года можно отнести так само добру организацию работ практически во усіх сельско-господарчих предприемствах в области. Вопросов не было практически, если какие мелкие были, они быстренько решались. Поэтому и было двукратное, и трехкратное питание механизаторов. Притом, во многих хозяйствах это было сделано полностью, механизаторов кормили бесплатно. Бытовые условия имеется в виду, чтобы помыть, одеть спецодежду. Эти тоже вопросы решались оперативно, для того, чтобы люди нормально себя чувствовали в период уборочной кампании. Сегодня завершается термин приема земельных о податку и податку на нерухомость. На Гомершине оплачивать их повинны свыше 370 тысяч человек. Огольная сумма складая около 700 миллионов рублей. Специалисты нагадывают, что оплатить податки можно с допомогой развлековой системы ЕРЫБ. И льготы продугледжены для пенсионеров по взрости, инвалидов 1-й и 2-й групп, шмадедных семьях и некоторых инших категорий грамадян. Подробязную информацию можно отримать по номеру телефона областной податковой инспекции 79 88 28. Рыжицкие выртовальники, супрацовники ДАИ, напереды дни двойче выезжали на место буйных дорожных аварий. Каля 12-х один дня зафиксована ДТЗ на трассе М-10 Гомель-Кобрин, каля везки Зашобья. Отбылось сутыкнение грузового автомобиля Рено Премиум и легковушки Шкода Октавия. От отриманных травмов водитель Шкоды загинул на место. Тело с подшкодженной машины вынимали супрацовники МНС при допомозе гидравличного инструмента. Еще одна трагедия отбылась в Реческом районе в вечере. Водитель автомобиля Ауди-80 не справился с кированием и вылетел в раку. 14 ноября в 20 часов 45 минут спасатели Реческого районного подразделения МЧС выехали по сообщению о нахождении в деревне Жмуровка в реке легкового автомобиля. Прибытию к месту вызова спасатели при помощи специального оборудования извлекли легковой автомобиль с телами погибших. Как позже выяснилось, изначально в автомобиле находилось 4 человека. Это были все мужчины, двоим из которых удалось выбраться самостоятельно. Присутыкнение техника Москва-Гомеля грузового автомобиля никто не потерпел. Здоровье отбылось на 5 дней в Подмосковье около 10 часов вечера. Водитель великогруза выехал на пути и здесь не в сутыкнении с надыходящим составом. За это отбылась затримка техника Москва-Минск и Москва-Брест. За тхилением от графика так само и шли электрички. А зараз техники курсируют по раскладе. Протягиваем выпуск. У Сусветный день не курение у Гомеля заборонить продаж цигарет. Правда, усяго на годину с 14 до 15 годин. Про это поведомляет управление гандлю и послуг Гарвы Конкама. Нагадаем, на этом тыдне в Украине проходить республиканская антитутуневая акция. А Сусветный день не курение означают 16 листопада. Православная церковь подрихтовала особливое выдание до 500 годов белорусского книга-друкования. Сегодня в Национальной библиотеке у Минску представить новый заповед Господа нашего Иисуса Христа. Это белорусское мовное выдание. Переклад выполнен из старожитного греческого оригинала нового заповеда. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...